вот так вот получилось видите выровнялась как крылышко в две нити осталось кусочек ниточки на иголке я буду расшивать и так я хотела показать каким образом мы будем расшивать нашу пчелку вот у меня есть вот такая пчелка вот эту пчелку я делала это одна из первых моих броши она еще такая смешная смешная вот не совсем правильно я делала ее вот такой вот у нее изнанка но я уже вот сама как-то пришивала тут крылья искала решение этой проблемы и вот эти броши вот мне все равно очень дороги тут даже стоят кристаллики сваровский на глазиках я покупала вот но сейчас я хотела бы показать вам каким образом мы будем расшивать наши крылышки вот таким то есть смотрите тут смесь тут у нас есть и стразики и перламутровые бусинки и бисеры помельче и покрупнее и рубка и стеклярус и что тут еще есть в общем и матовый бисер и глянцевый бисер всякие разные то есть вы в определенной гамме я примерно в такой же подобрала тот материал который вот у меня есть в наличии видите тут и и черный и и черный матовые и крупные белые и мелкие и стеклярус всякие разные кубический японский бисер тут чуть-чуть есть и вот стеклянные пайетки если вам видно вот такие я кстати тоже покупала на алиэкспресс я тоже оставлю на них ссылку они тоже хорошо очень смотрятся вышивки немножко то есть нам надо чтобы была вот такая вот разная структура у крылышка и тогда мне кажется будет хорошо единственное что вот этот жук у меня большой а наша пчелка маленькая поэтому все вот эти бусинки у меня все меньше по диаметру самая крупная тут бусинка это 4 миллиметра чем хорош такой способ обшивки то что вы можете использовать все что у вас есть и вот допустим у меня много китайского бисера который я принципе никуда не использую но когда вот такой вот способ обшивки его можно смело использовать в эту обшивку потому что здесь не важен ни размер ни форма у нас будет такое хаос сначала мы пришиваем крупные элементы какие у меня есть у меня самые крупные элементы это вот эти бусины 4 миллиметра потом я решила пришить вот такие вот кристаллики шатончики вот я даже не знаю на шатончики я поставлю на края сейчас я их уберу чтоб они не цеплялись так что у меня еще 4 миллиметра есть вот у меня есть 3 миллиметра биконусы пришивай пришиваем их хаотично ну примерно конечно соблюдаю какую-то последовательность если у вас большие элементы вот большая площадь на это у меня вот такая маленькая пчелка да а у вас же может быть большая и бусинки у вас допустим не 4 миллиметра а 6 бусинку 6 миллиметров уже надо пришивать два раза то есть она пришивается уже минимум двумя стежками ну и плюс я сейчас работаю не нет иголкой в две нити вот такие у меня еще есть бусинки 4 миллиметра если я чувствую что они как-то стоят неровная 4 миллиметра прошиваю два раза вот так вот я иду пришиваю крупные элементы и оставляю потом место для каких-то забьем это место оставшиеся бисером стеклярусом опять вот смотрю какой мне тут лучше взять так как у пчелки крылышки прозрачные я подразумеваю поэтому я взяла такую гамму бело-серебристую если вы просто жучка какого-то делаете вы можете сделать любые крылышки это будет ваша стилизация очень красиво конечно смотрятся первомутровые бусины в разных вышивках они придают такую дорогим делают вид броши вот видите некоторые я два раза пришиваю некоторые один как я чувствую вы поступаете точно так же вы можете придумать другую обшивку которая вам больше нравится но я обязательно если я делаю бело-серебристую обшивку крылышко я все равно обязательно добавляю туда черный цвет чтобы был контраст мне кажется так красивее смотрится но сюда вот в уголочек я поставлю шатончик куда их дело белого цвета такой он будет сверкать у нас все у меня заканчивается ниточка опять слежу чтобы узелочек был внутри нашей броши закрепляю и перейду пока на другое крыло точно так же пришью но стараясь симметрично сделать второе крыло но не сильно старайтесь потому что это не обязательно наша брошь не предусматривает никакой такой строгой симметрии прям в крыльях в расшивке крыла так вот сделаю точно так же на второй стороне ну вот получилось вот так примерно симметрично чуть чуть не симметрично это не очень важно вот теперь мы будем зашивать вот эти пустоты фетра уже миксом тем которые у вас есть бисером разным стеклярусом что есть не важно еще раз повторяю здесь можно использовать и китайский бисер потому что это будет даже играть нам на руку что он будет такой разнокалиберный я вот смотрите опять шью стараюсь пока держаться в это контура водка можете вообще в хаотичном порядке это все делать как вам нравится но я стараюсь держаться какого-то направление контура идти вдоль него если у меня есть тут место побольше я вот могу поставить у меня есть стеклярус да и какую-то бусинку побольше вот так если мало места становится становится я могу вставить туда пятнашечку или какой-то мелкий бисер не забывая постоянно между вот этими светлыми тонами брать черный бисер моем случае это вот такой матовый китайский вот видите разно разнокалиберный то есть если у меня много места я беру побольше если мало места беру поменьше и вот здесь еще у нас немножко места осталось тоже смотрим каких бусинок нет рядом что я возьму я возьму одну беленькую большую 1 черненькую так вот их пришьем и наверное на этом я закончу потому что я все время говорю что лучше это враг хорошего если вы чувствуете что же все достаточно надо остановиться потому что если еще вот расшивать пришивать какие-то бусинки вот эти мельчайшие зазоры то крылышки будут деформироваться это нам не надо делаем закрепляем иголку внутри нашей броши сейчас посмотрим что получилось у нас какой эффект чего мы добились и разошьем точно так же второе крыло все обрезаем вот вот так вот получилось крылышко на мой взгляд такое нарядное за счет разности вот этой фактуры и бусины цвета да здесь есть и перламутровые и матовые и вот такие металлические бусинки и вот эти биконусы кристаллики и шатончики вот которые в уголках крылышко поблескивают они будут блестеть конечно больше всех вот мне кажется что хорошо получилось итак мы расшиваем второе крылышко подобным образом из тех же материалов после того как мы сделали крылышки нам надо вырезать нашу брошь по контуру отступая ну примерно примерно миллиметра два делайте это очень аккуратно и острыми ножницами это важное такое действие от этого будет зависеть красота вашей броши особенно аккуратно подрезайте вот здесь где глаза потому что бусинки пришиты прям наружу поэтому вы лучше отрежьте немножко дальше а потом с изнанки подрежете ближе к швам вот сильно сильно близко подрезать не надо чтобы было потом за что нам захватиться когда мы будем делать задник броши у нас же все таки первый уровень сложности они последний вот проще таких брошей я показывать не буду то есть ю тубе в принципе много мастер-классов но на совсем но простые такие изделия поэтому вы можете их найти без труда я же еще совсем проще я не делаю меня самые простые это такие ну вот мы вырезали и теперь я хочу наши пчелки сделать лапки потому что это тоже усложнит и сделает более красивой нашу брошь вот где вы чувствуете что осталось место можете подрезать единственное что вот здесь вот на тельце на попки наши наши пчелки я не советую подрезать очень близко вот так так из чего мы будем делать лапки нужны вот такие пины вот видите они могут быть шариком могут быть просто с такой шляпкой как гвоздик вот надо таких четыре пина я уже насадила можно просто на них насадить бисер и это уже будет лапка если у вас какие-то бусинки есть маленькие можете также бусинки насадить вот видите вот так я уже сделала такие лапки вот они у меня сохнут тут сейчас я вам покажу как я их еще потом обрабатываю у меня две передних лапки и две задних лапки передние лапки у меня покороче и задние лапки у меня по длине и это по длине и вот эти покороче после того что я сделала я насадила бисер насадила биконус 4 миллиметра и опять бисер после того как я их уже насадила я их чуть-чуть проклеила клеем вот в этом месте вот здесь видите это можно лишнее убрать но они помогут нам как-то их закрепить и после того как мы их проклеили клеем и оставили посушиться на какое-то время у меня буквально они наверно постояли минут 15 но лучше конечно оставить на подольше вот что я делаю я беру плоскогубцы вернее круглогубцы и ломаю вот так вот в разные стороны вот этот пин чтобы нам его было удобнее пришить лишнее отрезаю неудобно у меня этот инструмент он у меня не режет вот очень плохо режет так вот так вот в таком виде получается наш пин и удобнее будет схватиться за что-то чтоб его пришить и мы пришьем его один вот так второй опять тоже сломаем вот так и нижние лапки будут выходить из-под крыла внизу то есть мы берем иглу обязательно в две нити она должна быть и начинаем пришивать но сначала примеряя вот хорошо выходит здесь или нет это мы должны сделать до того как будем уже делать задник броши это как я говорю занятия не для слабонервных здесь требуется терпение но с лапками оса будет смотреться гораздо сложнее соответственно красивее вот поэтому у меня иголочка и вся кривая потому что я обычно кривые иглы у тех кто плетут бисером но это уши вальщиц тоже они кривые потому что всячески надо подлить под какие-то места а так как иголочки очень тоненькие они кривые раньше я не пришивала эти пины я их просто вклеивала но это не дело они со временем потом отваливаются то есть их пришивать обязательно другого тут пути нет вот достаточно моего пришили он держится очень хорошо закрепляем нить и проходим сейчас будем пришивать такую же лапку другой стороны я пройду вот так вдоль тельца наши осы видите вот так и опять ищу то которая короче чтоб нам не перепутать ломая ее в разные стороны круглогубцами есть пины разные есть пины такие большие в диаметре 0 7 миллиметров 0 5 миллиметров и они как бы такие жесткие вот есть пины которые очень хорошо гнутся и пины которые хорошо гнутся хорошо использовать для таких вот маленьких жучков как мой сегодняшний моя сегодняшняя пчела если бы было большого размера пчела то пин надо было взять поплотнее то есть большего диаметра чтобы он гнулся гораздо сложнее чем вот этот этот был бы слишком хлипкий для большого размера броши но для маленького размера он хорош вот я еще хочу снять видео оно будет немножко наверное но не муторных хотела сказать но принципе так и есть для тех людей которые не сильно разбираются в этом но для тех кто в этой теме в теме броши в теме жуков пауков хотела бы снять видео про пины и про проволоку которую использовать для крыльев для лапок потому что вот я если честно тоже проходила это все на собственном опыте то есть методом проб и ошибок искала что для меня будет удобнее в работе вот и заказывала всякие разные пины и проволоки чтобы посмотреть как подойдет или не подойдет вот если бы я увидела стоящее видео тогда я бы может быть не делала каких-то заказов каких-то брошей неправильных поэтому у меня есть эта информация как мне кажется важная я как-нибудь сниму видео потому что я точно знаю что найдутся люди кому эта тема интересна ну вот короче пришивать надо так достаточно тщательно тут не пройдет 23 стежка то есть надо чтобы они держались не смотрите что они вот стоят в разные стороны потом подогнем их туда куда надо и склоним их в ту сторону которая интересна нам тем более это такие пины у меня совсем податливая я куда-то ушла наверное эскадра да извините меня я увлеклась потому что вот это на самом деле сложная работа и я не очень люблю заниматься пришивать лапки в чем не сеня хаос какой-то на столе но это потому что я снимаю мастер-класс спонтанно то есть мне вот надо такую брошь сделать и я по мере того как я делаю эту брошь я вам объясняю то есть я специально особо не готовилась приступаем к задним лапкам задние лапки я сделала по длине и отрезала лишнее и все где мне иголочка выходит я примеряю их вот так вот в одну плоскость разгибая чтобы удобнее было пришивать смотрю как так нет из под крыла мне нравится вообще если честно я не знаю сколько у осы лапок но больше четырех я делать точно не буду потому что мне кажется что именно вот моей броши как я ее сделала они не уместны а еще знаете какую я тему хотела поднять вот мне интересны люди которые вот я сейчас делаю осу а мне напишут а вы же сделали там не свою осу вы сделали там у кого-то такая са уже было но что что было я во первых то осу в глаза не видела и все мы делаем если кто-то сделал осу что нельзя больше осу делать это вот какая-то ерунда эта тема конечно очень большого разговора да но вот но мне кажется только неуверенные люди так себя ведут и могут такие какие-то замечания делать вот по мне так делайте все что хотите если вы сделаете хорошо я буду только рада и с моей помощью тем более я буду рада вот и что тут такого место под солнцем хватит всем если вы сделаете лучше меня то я потом с удовольствием получусь у вас просто мне вот очень часто да есть броши которые я конкретно скопировала но почему я их скопировала вот это мастер-класс для начинающих потому что когда только учится человек делать броши он не знает у него нет ни фантазии ни навыков то есть у него нет ничего и он смотрит просто по сторонам смотрит по сторонам и смотрит что ему нравится что не нравится если ему что-то нравится он пытается это повторить это нормально это вообще мне кажется еще скажу как правильно сказать мне философия образования вот всегда же художники учатся копируют картины больших мастеров ну и что если ты не хочешь чтобы повторяли твои броши так ты станешь таким великим мастером которого давай давай уброшь никто вообще не сможет повторить и все и проблема уйдет вот правда я не права вот это моя четкая при четкая позиция но вот я хотя человек очень гибкий и я никогда сама себе вот нет но не ставлю каких-то таких догм которых я сказала что сто процентов я так буду думать всегда нет вообще жизнь показывает что то что ты тебе кажется сейчас так не факт что через какое-то время тебе не покажется иначе но то что касаемо вот то что я столкнулась с брошами да но вот я сделала там брошь мне кто-то присылает что вы сделали мою брошь вообще вас не видела и брошь вашу не видела ни разу если бы я увидела брошь которая похожа на меня но я вряд ли бы я очень редко пишу кому-либо комментарии это честно вот но как-то не потому что мне написать нечего а потому что у меня совсем совсем мало времени вот и но если бы вдруг я увидела и обыскала блин как здорово мы с вами думаем одинаково мы с вами увидели это в одном свете и все и всем от этого станет легче жить вот я короче прошила мои броши можете повторять смело все если вы меня где-то укажите в каком-то хорошим словом помяните буду вам признательно нет не надо вот мы пришили вот так вот смотрится наша пчела с изнанки разгибать пока ничего не надо потому что мы во первых пока будем обшивать эту брошь как бы эти лапки у нас будут туда-сюда ходить мы будем обшивать а потом только в самом конце мы загнем их в ту сторону в которую нам надо будет вот такая кракозябла у нас пока вышла по-моему не записалась вот у меня такое часто бывает что а первая часть есть второй части нету очень это мне обидно и досадно вот и когда еще люди потом звонят и говорят да как же так гневно но бывает вот так вот но давайте тогда я вам поясню потому что не записалась скорее всего вот мы делаем лапки мы вырезали по контуру нашу брошь отступая где-то миллиметра два сильно близко броши вот к деталькам до бисерок канители не подходите тем более это так как у начинающий курс не надо потом мы будем обшивать у нас останется побольше места чтобы захватиться за этот фетр вот мы вырезали миллиметра два отступая от края броши и нам надо пришить лапки наши пчели я сделала лапки нам нужен для этого вот такой вот пин вот он может быть шариком может быть с шляпкой такое как у гвоздика продается в рукодельных магазинах я сделала передние лапки по длине ой покороче а задние лапки по длине и мне кажется что так будет ну красивее правильнее вот для этого я использовала бисер и биконуса у меня были четыре миллиметра вот такие темные можно просто сделать лапки из бисера и будет тоже хорошо вот после того как я набрала на пин свои элементы допустим бисер вот я сделала 4 лапки 2 по длине 2 покороче набрала на пин вот допустим наши элементы я проклеиваю клеем вот это место и оставляю чуть-чуть капаю клея вот здесь проклеиваю и оставляю но на полчаса хотя бы лучше побольше и у нас тогда вот этот бисер не будет сваливаться и нам легче будет работать с этим пином это делать не обязательно но просто так вот лично для меня удобнее вот потом что мы делаем мы берем этот пин берем круглогубцы неважно если у вас нет этого инструмента можете просто руками сломать вот этот вот пин мы его ломаем в одну сторону другую сторону чтобы нам удобнее было его пришивать лишнее отрезаем укладываем все вот так в одну плоскость примеряем куда бы нам вот сюда пришить и пришиваем вот мы примеряем ведь и смотрим что нормально тогда вот и на это место пришиваем пришиваем нитью в два сложения и делаем достаточно много закрепок чтобы вот так вот пины стояли очень хорошо ничего не подгибая не разгибая оставляем пока так лишний раз нам не надо вот если у вас вот такая маленькая брошечка как у меня до 6 сантиметров всего то мне надо были пины которые очень хорошо гнутся то есть они такие мягкие мягкие соответственно у них маленький диаметр но если у вас большая пчела или жук то пин вам нужен твердый в диаметре где-то 07 сантиметров вот лучше бы но хотя бы 05 чтобы такие лапки у него были основательные вот и вот этот пин не подойдет для большого жука такое наблюдение такой вывод имейте в виду вот так у нас получилось и теперь мы будем оформлять задник при приделывать заколочку нашей пчели